Ветераны войны и труженики тыла приехали в музыкальный театр по особому поводу. В честь Дня Победы для них устроили торжественное собрание. Когда началась война, хабаровчанке Кире Зайцевой было 13 лет. И я поехала. И мы работали в колхозе под Хабаровском. У нас был картофелеводческий совхоз. И вот мы там работали, помогали, чем могли. Школьники трудились наравне со взрослыми. Кира Зайцева помнит и страшные дни, когда друзьям, знакомым и родным приходили похоронки. Поэтому День Победы для всех переживших войну – это праздник со слезами на глазах. Сейчас в Хабаровском крае проживают 894 ветерана. 70 из них – непосредственные участники военных действий. Поздравил ветеранов и вручил им памятные награды губернатор Михаил Дегтярев. Всего за годы Великой Отечественной войны из Хабаровского края на фронт ушли более 90 тысяч военнослужащих. В основном женщины и дети работали в тылу. Не вернулись с войны – 47 тысяч фронтовиков. Наша бесконечная благодарность за мужество, за героизм, за победу всем участникам Великой Отечественной войны. Помогать, поддерживать каждого ветерана, труженика тылу, того участника войны, блокадник, узников, фашистских концлагерей – наша важнейшая задача. Губернатор отметил, что в этом году более 40 тысяч жителей Хабаровского края получили единовременные выплаты ко Дню Победы. В регионе стараются сохранить историческую память о событиях тех лет. Так, военно-историческое общество поддержало инициативу правительства края о создании памятников Хабаровске, посвященного победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Готовится проект мемориала воинам-бекинцам. Дивизия, которую в кратчайшие сроки сформировали в районе станции Розенгартовка, защищала Сталинград, освобождала Украину, Молдавию, Европу. Кроме того, при поддержке президентского фонда культурных инициатив в Хабаровском крае проходят съемки документального фильма «К 80-летию Великой Победы». Он расскажет историю героев войны Максима Александра Пасаров, певца Колобильды и писателя Акима Самара. Арина Судатенкова, Виктор Казаров. Для Большого Города.